уважаемые друзья и зрители моего канала я рада вас приветствовать уважаемые зрители друзья канала сегодня представляю вашему вниманию такое природное средство или как еще его можно назвать органическое удобрение как жмых горчичный саду и огороде охотно применяют горчичный порошок также сеют горчицу в качестве сидирата а вот жмыхом горчичным не все садоводы и огородники знакомы жмых горчичный не только защищает растения от вредителей болезней но и значительно повышает урожайность и плодородие почвы содержащиеся в жмыхе эфирные масла губительно действуют на патогенную микрофлору жмых горчичный еще называют фитосанитаром это средство отпугивает от корней таких вредителей как проволочник нематода личинки луковой и морковной мухи подгрызающие прессовки а также на время может отпугнуть личинку майского жука как уверяют профессионалы при внесении в почву горчичного жмыха проволочник покидает то место где был внесен жмых за 7-9 суток а личинки луковой и морковной мухи вовсе погибают не очень нравится горчичный жмых и грибковым возбудителям которые живут в почве как фитофтора серый огнир прикорневая гниль при внесении его в почву при посадке растений грунт оздоравливается и оттягивает появление таких заболеваний как фузариоз фитофтороз и корневая гниль это высокоэффективное органическое удобрение содержит полный набор элементов питания в оптимальном для растений сочетаний как говорят специалисты внесение в почву одного килограмма жмыха равносильно 10 килограммов перегноя также он эффективнее перепревшего навоза и биогомуса горчичный жмых содержит важные для растений элементы как азот фосфор и калий как уже было сказано ранее горчичный жмых улучшает структуру почвы активизирует биохимические процессы очищает почву от корневой гнили подавляя некоторые вирусные заболевания отпугивает мышей нематоду проволочника горчичный жмых перепревает в почве меньше чем за три месяца то есть растения получают питание постепенно и даже на следующий год органическое удобрение приносит пользу грунт становится более рыхлым и питательным такие же еще есть преимущества у этого удобрения полезные вещества входящий состав легко усваиваются культурами горчичном жмыхе нет семян и сорняков по своей структуре это удобрение является отходами переработки семян горчицы средство представляет собой порошок желто-коричневого цвета в качестве удобрения горчичный жмых вносят под осеннюю перекопку от 100 граммов на один квадратный метр можно добавлять это средство весной незадолго до посадки и даже во время посадки при высадке таких культур как перец томаты картофель баклажаны его добавляют по одной горсти в лунку примерно по 20-30 граммов или используют как мульчу рассыпая поверхностно на почву от 100 граммов на один квадратный метр можно жмых слегка заделать в грунт стоит обратить внимание на то что горчичный жмых слегка подкисляет почву то нежелательно при кислом и слабокислом грунте но исправить положение нам поможет древесная зола ведь эти два компонента отлично сочетаются друг с другом также подойдет доломитовая мука добавляем в лунку или при перекопке компоненты один к одному горсть жмыха плюс горсть золы все в лунке перемешиваем соединяем не стоит удобрять грядки где в текущем сезоне будут расти крестоцветные культуры так как горчица сама относится к семейств крестоцветных при посадке чеснока моркови лука добавляем по 1 столовой ложке жмыха и по 1 столовой ложке древесной золы на 1 метр если вы чеснок сажаете в лунке то в каждую лунку по щепотке жмыха и золы при посадке рассады огурцов кабачков тыкв патиссонов по 1 столовой ложке в лунку жмыха и древесной золы если вы сеете эти культуры семенами то после посева как появится три настоящих листочка горчичный жмых можно посыпать сверху и заделать вокруг стволика если это удобрение посыпать вокруг стволиков растений и оставить его то на солнце она охотно выделяет эфирные масла и его специфический запах будет отпугивать вредных насекомых при посадке ягодных кустарников и деревьев жмых вносят в посадочную ямку от 500 до 1000 граммов вместо перегноя и как отпугивающее средство плантацию земляники малины красные черные смородины крыжовника роз очищают и на землю возле кустиков насыпают горчичный жмых присыпая землей если следовать советам профессионалов то оптимальная доза горчичного жмыха может составлять до 1 килограмма на 1 квадратный метр горчичный жмых можно приобрести в садовых магазинах мы свой покупаем в магазинах города также я думаю что он есть и в интернет магазинах он идет в упаковках по одному килограмму что делает его очень удобным в использовании и хранении хочу также предупредить что горчичный жмых имеет очень специфический запах и может являться раздражителем слизистой оболочки и применяя это средство желательно пользоваться перчатками и обычной медицинской маской это замечательное средство имеет приемлемую цену зимнее время как раз благоволит запасаться горчичным жмыхом и другими полезными для наших растений средствами уважаемые зрители а на сегодня все спасибо большое за внимание мы будем вам очень признательны если вы поддержите наш проект лайками это позволит другим зрителям ознакомиться с информацией подписывайтесь на наш канал если еще не подписаны жмите на колокольчик чтобы получать уведомления о новых видео а мы вам желаем светлых дней в жизни крепкого здоровья вам и вашим близким отличного настроения и замечательных покупок до новых встреч пока пока